Планов много. Детская площадка, широкая парковка, спортивные снаряды и удобные зоны отдыха для общения по-соседски. Все это пока только в мечтах. Но совсем скоро они могут осуществиться благодаря программе «Башкирские дворики». И здесь парковку надо делать? Нет, у вас в любом случае здесь будет своя парковка к вашему дому, а вот здесь как раз детская площадка. И чтобы учесть все пожелания и предложения жителей, им предложили сообща составить план своего двора с учетом интересов всех проживающих. Мы имеем в виду, что как тротуар разместить правильно, где сразу лежачий полицейский восстановить, чтобы мы к этим вопросам, потому что сейчас где-то делаем благоустройство, там раз это не нравится, тут надо было чуть по другому схему сделать, вот человек привык там машину ставить, вот ему так надо. Мы в этих вопросах все ваши замечания, все ваши пожелания учтем. Главное желание жителей – это комфортный, чистый, современный благоустроенный двор. И даже предполагаемое обслуживание за счет жителей обустроенной территории не заставляет отступить от своей мечты. Мы поняли, ничего, разделят же на всех, наверное. Мы это уже к этим таким привыкли, новинкам. Детям было где играть, чтобы лужи, грязь, чтобы не было. Если мы хотим в нормальных условиях жить, придется потратить, я с этим ничего не делаю. Бесплатно ничего не бывает. Если что-то мы построили, его надо обязательно поддерживать, потому что в таких дворах нельзя жить. Я постоянно бываю на верных силах и чувствую, как будто я попал в другую государство, Дубай или что-то там. Почему у нас нельзя так? Я думаю, общими усилиями, вот, как говорится, с поддержкой главы администрации, там, жителями, там, у нас будет, надеюсь, как святущий сад. Все зависит от нас, только желание надо. Я отношусь к этому положительно, тем более я живу здесь. Мои дети будут расти и смотреть. И это самое главное, что это для нас, сделано для жителей, самое главное. Для меня это, как бы, если там, в принципе, небольшая сумма будет, для меня это, как бы, не принципиально. Это очень хорошая идея. Самое главное для нас это удобство. Для меня самое главное – безопасность, чтобы мои дети ходили спокойно в школу, обязательно, чтобы был тротуар. Также для их развития детская площадка. И для удобства, чтобы можно было поставить спокойно машину, конечно, обязательно парковка. Опыт участия в республиканской программе у города уже есть. В этом году было благоустроено 24 двора и сделали 13 детских игровых площадок. Но теперь к ее реализации решили подойти по-новому. Программа предусматривает квартальное комплексное обустройство. Этот комплексный подход будет состоять из того, что мы заходим на дворовую территорию и благоустраиваем полностью весь двор вплоть до одного квадратного сантиметра. То есть вся территория, которая находится во дворе, будет 100% благоустроена. Мы сейчас выходим на один квартал. Здесь порядка, наверное, 10-11 домов. Мы хотим благоустроить полностью данную территорию, разработать проект и предусмотреть здесь многие площадки, как детские игровые площадки для разных возрастных групп, так и спортивные площадки, воркауты. И чтобы это было в комплексе на весь квартал. Проект грандиозный и действительно необходимый городу предусматривает огромные финансовые вложения. Основная часть расходов ляжет на плечи республиканской казны. Это новый такой подход. Финансы будут зависеть от того, как мы защитим свои проекты. Для этого мы сейчас собираемся, выходим. Радмир Афилович, глава администрации, непосредственно принимает в этом участие. И по выходу мы обговариваем с населением, с жителями о том, какие они хотят видеть свои дворовые территории. И после чего будет выполнен проект полностью комплексный по благоустройству всей территории. И будет согласован уже со старшим по домам. В настоящее время у пилотного проекта нет конкретных цифр по количеству охваченных программой дворов. Все будет зависеть от того, как удастся защитить представленные в республике проекты и какое в итоге финансирование будет выделено из регионального бюджета на реализацию программы. Немаловажную роль играет и активность жителей. Ведь для начала необходимо собрать подписи о своем согласии в участии в программе и приблизить к реальности своей мечты об идеальном дворе. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей. Марина Медвинская, Валерий Зазулин.